Новые игроки, новый мяч и новая форма. Такие кардинальные изменения произошли в волейбольном клубе «Брест» в преддверии чемпионата Республики Беларусь по волейболу сезона 2024-2025. И пусть вас не пугают такие существенные перемены. Главные тренеры мужской и женской волейбольной команд уверены, что такая встряска станет хорошим подспорьем для новых побед, потому как новый состав заряжен исключительно на успех. Если назвать вещи своими именами, многие игроки вели приспособленческий образ жизни. Они подписали контракт, и как бы мы их не мотивировали, как бы не старались, но, к сожалению, не до всех удалось достучаться. Ну и концовку откровенно провалили, доигрывали чемпионат. Там никакая уж мотивация, никаким образом их невозможно было застать. Поэтому пошли на кардинальные перемены. Надеемся, что на самом деле, я думаю, Алексей подтвердит, собрался такой достаточно амбициозный сейчас коллектив у нас. И считаю, что и обстановка очень даже рабочая. Все очень хотят, все заряжены на результат. В мужском коллективе адаптация проходит намного быстрее, намного легче. С каждым в какой-то степени знаком. Поэтому адаптация проходит вполне адекватно, быстро и приятно находиться внутри этого коллектива. Каждый мотивирован. Есть здоровая конкуренция внутри команды. Это немаловажно. То есть, это не то, что там есть состав и все. Есть люди, которые подбирают, и нужно доказывать каждый день, что именно он лучше, а я лучше. Поэтому, если на такой здоровой конкуренции сложно расти, то рост не будет и подозначен. Ни для кого не секрет, что игроки мужской волейбольной команды «Западный Бух», начиная с 2014 года, не становились призерами чемпионата. А потому итогом трансформации стало то, что из основного состава мужской команды осталось всего 4 человека. И добавилось 10 новых игроков. Обрести командный дух, понять игровую тактику и адаптироваться друг к другу. Хорошо помогла предсезонная подготовка. Что касается женской команды, очень сильно нас щелкнули в прошлом сезоне по носу. Все это осмыслили, поняли. Была беседа проведена с игроками. Для них это был очень такой хороший контрастный душ. Переосмотрели, переосмыслили этот результат. Ну и, соответственно, взыграли амбиции. Поэтому не должно быть так, чтобы Прибужья не попадала в призовые места по итогам чемпионата. Ну и вот сделали выводы. Усилились, укрепились. Нам где-то, наверное, и повезло, что вернулись наши легионеры. Это очень большой плюс. Ну и, соответственно, что и говорила главный тренер Наталья Витальевна. Во-первых, подстегивает очень сильно молодое поколение. Потому что конкуренция, одно, второе, они тянутся за людьми, за игроками такого достаточно высокого уровня. А это, естественно, дает рост и результат. Соответственно, ожидаем результат, ну, как минимум, серебряный призер. Такую планку не меньше ставят себе и игроки. Да и условия для того, чтобы показать достойный результат, созданы. Помимо серьезных тренировок, командного духа и сплоченности для игроков подготовили и другие атрибуты захватывающей борьбы. Новый игровой мяч Волар в эксклюзивной расцветке, созданный специально для предстоящего чемпионата. И стильная форма, играть в которой в разы приятнее.